Руководство станции скорой помощи Астаны опровергло массовое увольнение сотрудников. Заместитель руководителя столичного управления здравоохранения Тимур Муратов назвал информацию в социальных сетях недостоверной. Ранее сообщалось, что коллектив предприятия обратился к Акиму Города через фейсбук. Обвинение новое руководство в гонении сотрудников. Как объяснил Тимур Муратов, от работы был отстранен главврач станции. Это и вызвало недовольство и недопонимание среди коллег. Причиной увольнения стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверок. Он подозревается о фальсификации данных и подделке документов. Материалы переданы в уполномоченные органы. В ближайшее время начнется расследование, как утверждает Тимур Муратов. Работа в ведомстве идет в штатном режиме. В коллективе данного предприятия возникли определенные недопонимания. До некоторых сотрудников, видимо, было не полностью донесено причиной увольнения. И в то же время, когда якобы оказывалось давление со стороны управления здравоохранения. И что привело к дисбалансовой работе. Я сегодня официально хочу заявить, что станция работает в адекватном режиме, в своем ежедневном режиме. Никаких здесь массовых увольнений или каких-то грубых нарушений трудового законодательства нет. Сейчас назначен временно исполняющий обязанности главного врача. 60 российских дипломатов с членами своих семей вернулись на родину из США. Сотрудников МИДа России выслали из-за так называемого дела Скрипалей. Администрация Белого дома Соединенных Штатов выразила солидарность Великобритании, которая тоже предъявила требования представителям России покинуть страну. Российская сторона провела зеркальные меры. Более 50 дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны покинуть Россию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, такое решение обусловлено желанием привести общее число британских дипломатов в стране в соответствии с количеством российских дипломатических сотрудников Великобритании. Сотрудники таможенной службы Китая задержали 26 человек, занимавшихся незаконной транспортировкой смартфонов. Контрабандисты возили груз в Шэньчжэнь из Гонконга с помощью беспилотных летательных аппаратов. Преступники работали по ночам. Они подвешивали к дронам небольшие мешочки, в которых умещалось больше десятка мобильных телефонов. Их транспортировка занимала всего несколько секунд. Общая стоимость аппаратов составила 500 миллионов юаней. Отмечу, Китай – крупнейший в мире производитель дронов для потребительского сегмента. Сейчас контроль по их использованию для страны является важной задачей. В прошлом году Пекин опубликовал список строгих регулярных норм, чтобы предотвратить незаконные инциденты с участием беспилотников. Правила, в частности, обязывают владельцев гаджетов регистрировать аппараты, вес которых превышает 250 граммов. Тысячи рабочих мест и 9 новых предприятий до конца года откроют в Восточном Казахстане. Фабрики и заводы по инновационным технологиям запустят в рамках карты индустриализации. В Жарминском районе подключат электростанцию будущего. Излучение солнца преобразует в 45 миллионов киловатт дешевого электричества. Новейшие разработки в сфере энергоресурсов представит и Усть-Каменогорский конденсаторный завод. Его техническое переоснащение обошлось государству в миллиардинге. В начале 90-х единственный во всем Казахстане Усть-Каменогорский конденсаторный завод балансировал на грани кризиса. Дебет с кредитом заводчане едва сводили, а выпущенная продукция уступала по качеству иностранным аналогам. Сегодня здесь все по высоким технологиям. Сложное электрооборудование, трансформаторы и компенсаторы выпускается на автоматических станках. Рабочий процесс максимально облегчен. Новое оборудование уникально то, что само наматывает секции, само испытывает и уже готово к сборке самого конденсатора. После того, что было и то, что есть, намного легче. Миллиард тенге, вложенный в модернизацию завода в качестве госинвестиций, уже троекратно окупился. За минувший год предприятие заработало 3 миллиарда, обеспечив товарной продукцией крупнейшие металлургические гиганты России. Что касается казахстанской металлургии, то через карту индустриализации в Восточном Казахстане проспонсируют строительство Актогайского горнообогатительного комбината. На сегодняшний день по строительству Актогайского ГОК это дает увеличение производства до 90 тысяч тонн меди и до 25 тысяч тонн катодной меди. До 2022 года на востоке страны реализуют 28 проектов программы форсированного индустриально-инновационного развития. В строительство 28 новых заводов и фабрик инвестируют 384 миллиарда тенге. Вячеслав Петлугин и Аслан Тулепов. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Новые дома вместо старых аварийных в Уральске по программе государственно-частного партнерства запланировано снести около 20 ветхих домов. На их месте возведут современные многоэтажки. Семь старых двухэтажек пойдут под снос в этом году в Уральске. Построены они в 50-60-х годах прошлого века и находятся в аварийном состоянии. С 2016 года уже снесены шесть домов на освободившихся участках. Сейчас ведется строительство одного шести и двух девятиэтажных домов. А новая девятиэтажка на Диповской улице уже сдана в эксплуатацию прошлой осенью. По всем шести домам один дом уже полностью закончен. И жильцы данного дома переселены. В этом году планируется также закончить дом по улице 2-й километр. Также Гагарина 1 и Курмангазы 198. В текущем году, продолжая данную работу, планируется снести еще семь домов по данной программе. Принцип партнерства властей с застройщиками таков. Ветхое жилье сносят. Компания получает бесплатно участок со всеми коммуникациями и строит новый дом. Часть квартир строители отдают прежним владельцам жилья, а остальное продают. Плюсы очень много. Потому что и для застройщиков участки в центре города. Благоустройство, коммуникация, наружные инженерные сети, местные исполнительные органы. Это для строительной компании плюс. Меньше затрат идет. Только строительство зданий идет. Чистовые отделки. Планируется, что к концу года новым жильем будут обеспечены 150 семей, проживавших в ветких домах. Работа по обновлению жилого фонда предстоит масштабная. Всего в областном центре 243 старых домов. 42 из них официально признаны аварийными. В Павлодаре стартовал проект «Безопасная акта». Организаторы намерены привлечь внимание жителей города к проблеме выпадения детей из окон многоэтажек. В прошлом году в областном центре произошло 6 таких трагических случаев. Всего же за три года в регионе зафиксировано 27 подобных фактов, в 9 из которых дети погибли. Первую встречу с родителями организаторы проекта провели в детском саду номер 29. В дошкольном учреждении установили специальные блокираторы и фиксаторы на створке окон. Такие детские замки теперь бесплатно установят в домах многодетных и малообеспеченных семей. Помимо этого управлением образования была проведена большая работа по определению количества детей, проживающих в семьях, которым необходима установка вот этих вот безопасных устройств. Их более трех тысяч, которые живут выше второго этажа. Я думаю, что вот по желанию предпринимателей они сегодня активно к этому подключились. В Алматы вспоминали известного поэта, журналиста и переводчика Жарасхана Абдирашева. Творческий вечер, который проходил во Дворце Республики, был посвящен 70-летию писателя. Он рано ушел из жизни, но успел оставить богатое творческое наследие. Больше двух десятков книг и поэтических сборников переведены на немецкий, венгерский, русский, украинский, узбекский и другие языки. Сам автор перевел на казахские произведения Пушкина, Блока, Поля Элюара, стихи палестинского поэта Муинобиесу, а также труды знаменитых детских писателей Агни Барто и Корнея Чуковского. Эпитафия Жарасхана Абдирашева стали стихотворными памятниками, репрессированным в 30-е годы видным деятелям Казахстана. Поэт долгие годы совмещал журналистику с писательской деятельностью, а на заре независимости был в центре общественной и политической жизни страны. Жарасхан Абдрашев – настоящий сын своего народа, принимавший самое активное участие в становлении молодого независимого государства, как пламенный поэт, общественный деятель и видный политик. Наурыз дошел и до французской столицы. В Париже на площади Лувра прошло празднование национального весеннего праздника. В мероприятии, организованном посольством Казахстана во Франции, приняли участие как наши соотечественники, так и парижане. С замечательными казахскими традициями встречи наурыза знакомят сегодня парижан, казахстанские музыканты и артисты, представители казахской диаспоры в Париже и наши дипломаты. Празднества проходят в самом сердце французской столицы на площади Лувра у восточного фасада этого самого знаменитого музея в мире. Чарующие звуки казахской музыки можно было услышать здесь с самого раннего утра. Внимание парижан и гостей французской столицы привлекла яркая стилизованная юрта и казахские обычаи перерезания пут-малышу – сау-ки-су. Трогательный красивый обряд, берущий истоки из самой древности, подружные аплодисменты зрителей, провели посол нашей страны во Франции Жан Галиев и мэр первого округа Парижа Жан-Франсуа Легаре. Проводим наш любимый праздник наурыз с многочисленной французской, парижской публикой, с многочисленными туристами из разных стран, которые прибыли как раз по случаю празднования Пасхи, который совпадает с празднованием наурыза. И для нас это большая честь, для нас это большой знак дружбы со стороны французского народа, со стороны Европы, который мы чувствуем, как они тянутся к Казахстану, чтобы узнать еще больше. Наурыз Куттабулсын, всего самого лучшего, пусть всегда над нашей страной будет мирное небо, чтобы все были счастливы и радостны, всем процветания, крепкого здоровья и исполнения всех самых добрых пожеланий. Мы очень рады принимать наурыз в историческом центре Франции, на площади Лувра. Здесь, перед мэрией первого округа Парижа, стоит казахская юрта. Я побывал в Астане во время выставки Экспо-2017. Я увидел Казахстан, вовлеченный в современность, со своими ценностями и традициями. Это мультикультурное, мультирелигиозное общество, в котором все уважают друг друга. Я думаю, что все эти критерии сильного сближения с вашей страной. У нас есть что друг другу сказать, есть хороший культурный обмен. В этом и есть смысл праздника наурыз, помогающего этой открытости и культурному многообразию. Спасибо Казахстану за открытое окно, вашу культуру здесь, в Париже. Перед гостями праздника выступили известные казахстанские исполнители и музыканты. Популярная эстрадная певица Тамара Асар, этномузыкант Едиль Кусаинов и дети из творческих коллективов Алматы и Кукшетау. Своим искусством парижан порадовали проживающие в столице соотечественники из молодежного альянса друзей Казахстана во Франции, танцовщица Дана Муса и музыканты Айгирим Матаева и Алиби Байтуха. Что поразило нас больше всего в этот наш приезд в Париж, так это очень теплый прием парижан. Они поют и танцуют вместе с нами. Я считаю, что такие праздники должны проводиться как можно чаще, потому что именно музыка и искусство сближают наши культуры и народы. Это очень дружеский и особенный праздник. Мы действительно открываем для себя вашу культуру, замечательные танцы и музыку. Здесь много народу, весело. Очень приятно разделить празднование наурыза со всем казахским народом. Спасибо. Поздравляю с наурызом. На празднике можно было ознакомиться с внутренним убранством казахской юрты, отведать наурыз коже, баурсаки и другие блюда казахской кухни, поиграть в национальную игру Асак. Празднование наурыза в Париже продолжится. Гостям будут предложены дефиле модной казахской одежды, футбольный турнир и казахские национальные игры. Жанат Эрлежомарт Ахметов, Франция, Париж, Хабар 24. Мисс Казахстан 2018 выбрали в Астане. Ее стала 16-летняя Альфия Ерсаина Затарау. В качестве приза победительница получит 3 миллиона тенге, титул первой красавицы и рекламные контракты. А самое главное, она представит нашу страну на Мисс Мира 2018 Великобритании. Для прозрачности конкурса жюри отобрало только пятерку финалисток, а победительницу выбрали сами казахстанцы путем онлайн и СМС-голосования. Первая вице-мисс стала Екатерина Дворецкая из Караганды. Она представит Казахстан на конкурсе Мисс Вселенная 2019 в США. Я очень рада этой победе. Я очень старалась и добилась своей цели. В первую очередь благодарна Богу и моим родителям. Я понимаю всю ответственность и думаю, что на Мисс Мира я достойно представлю свою страну. Это огромный шанс. Сейчас я буду представлять свою страну на конкурсе Мисс Вселенная. Даже если у меня не получилось добиться окончательного успеха, то я выложусь на все 100%. И я очень хочу добиться для своей страны призовых мест. Это были все новости к данному часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова